Здравствуйте! В эфире программа «Свое дело». Мы делимся опытом успешных предпринимателей, а также рассказываем о структурах поддержки малого и среднего бизнеса в Самарской области. Александр Меженин родился и вырос в деревне. Для него труд – это не пустое слово. Сначала работал на свиноферме, трудился оператором на производстве подсолнечного масла, а после решил попробовать себя в бизнесе. Александр всегда хотел иметь свое дело и, полагаясь на опыт, решился открыть цех переработки масличных культур. Основной упор сделал на подсолнечник. Выбор оказался перспективным и выгодным. Нам более удобно, потому что произрастает все это вокруг нас. Местные производители растеневоды очень активно сажают, засеивают большие площади. Мы у них скупаем, перерабатываем. Рынки сбыта – это цеха рафинации и дезодорации Самарской области. Где-то 10% – это розничная торговля. И основное – это птицефабрики Челябинского и Пермского края. На этом предприятии уже 4 года идет плодотворная работа. Александр Пашенькин трудится здесь с первых дней. Следит за поставкой сырья, заботится о состоянии оборудования. Инженер-технолог говорит, что за сутки цех может изготовить до 8 тонн масла. Сейчас они работают не на полную мощность, но то масло, что производится здесь, отвечает всем нормам качества. Качество масла у нас зависит большинство от самого сырья. Сырье – это такие параметры, как масличность, влажность и сорность. Влияет это на качество масла. У нас есть небольшая лаборатория, которая производит всевозможные анализы. Если не справляемся, отправляем на такие МЭСы, как Богатовский МЭС. Там делают конкретные анализы. Сегодня на предприятии работает 35 человек. Но совсем скоро Александр Меженин планирует увеличить штат сотрудников до полусотни. Сейчас полным ходом идет реконструкция цеха. Бизнесмен избавляется от старого оборудования и строит новый, современный комплекс. К осени его возможности увеличатся вдвое. И для этого необходимы дополнительные силы. Основное, что ценится в людях у нас на предприятии – это порядочность. Люди порядочные. Даже иногда бывает, что они в чем-то некомпетентные. Я за них держусь гораздо сильнее, чем к непорядочным людям. Производство новое. Коллектив также вместе со мной, как и я, познает это оборудование. Мы полностью переводим свое предприятие на пар. Строим паровую котельную, которая будет работать от лузги подсолнечника. От этого пара у нас будет задействованы жаровни паровые, которые подготовлюют ядро к переработке. Шесть месяцев отопительный сезон тоже у нас будет практически бесплатное отопление. Плюс с помощью пара мы сможем вырабатывать частичное электричество. Предприятие будет работать почти автономно, не зависеть от поставок газа и электроэнергии. Все это Александр Меженин строит на собственный капитал. Он старается не брать кредиты. Из года в год предприниматель вкладывает заработанные средства в развитие дела. Старается думать на несколько шагов вперед. Развивает свой бизнес, ищет дополнительные рынки сбыта. Участвует в деловых миссиях Самарского региона и продвигает свою продукцию на территории всей страны. Сейчас бизнесмен стремится вложить в дело каждый рубль. Он уверен, что в будущем это принесет свои плоды. У начинающих предпринимателей часто возникают вопросы в процессе деятельности, на которые требуется дельный совет эксперта. В этой рубрике мы разбираем актуальные темы. Наш собеседник Татьяна Аненкова. Здравствуйте. Многие задаются вопросом, можно ли стать индивидуальным предпринимателем в то время, как работаешь по найму. Никаких препятствий для этого не существует. Гражданин, работающий по найму в качестве наемного работника в любой организации, вправе стать индивидуальным предпринимателем. И параллельно с этим он также может быть учредителем даже нескольких юридических лиц. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве предпринимателя, необходимо пройти обязательную процедуру, создать предусмотренный законодательством пакет документов, оплатить государственную пошлину и отдать документы на государственную регистрацию. Возможно ли государственная регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя через интернет? Да, Федеральная налоговая служба предусматривает такую возможность. На сайте Федеральной налоговой службы есть раздел для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в котором существует такая возможность по регистрации через интернет. Единственный нюанс, который существует в этой ситуации, то, что для регистрации юридического лица потребуется электронная цифровая подпись. Для этого необходимо оформить эту электронно-цифровую подпись и подать документы на государственную регистрацию через интернет. После пяти рабочих дней, в течение которых будет произведена эта государственная регистрация, налоговый орган вышлет юридическому лицу документы либо по почте, либо представитель юридического лица приедет в налоговую инспекцию, получит готовое свидетельство о регистрации. И в обязательном порядке налоговая служба предоставит информацию о регистрации юридического лица в электронной форме. Для индивидуального предпринимателя также предусмотрена такая возможность по регистрации через интернет. И кроме этого, если у гражданина либо у учредителя юридического лица нет электронно-цифровой подписи, налоговая служба предоставляет возможность подать заявление на регистрацию в электронной форме без электронно-цифровой подписи. Начинающие предприниматели часто задаются вопросом, как им открыть счет в банке. Подскажите, как это сделать правильно? Индивидуальному предпринимателю открывать расчетный счет в принципе не обязательно. Это его право, не обязанность. Для юридического лица открыть расчетного счета обязательно. Для того, чтобы открыть расчетный счет в банке, предпринимателю необходимо получить документы о регистрации в налоговой службе, принести в банк паспорт заявителя, документ о государственной регистрации юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, и заполнить документы, в частности, например, карточку с образцами подписи и другие документы, которые предусмотрены непосредственно самим банком. После того, как банк произведет открытие расчетного счета для юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, по закону он обязан в течение 7 дней уведомить об этом в письменной форме Федеральную налоговую службу, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд Российской Федерации по месту своей регистрации. Если предприниматель не сделает это в установленный срок, в этом случае он будет подвергнут штрафу в размере 5000 рублей из каждой организации. Татьяна, я благодарю вас за рекомендации, надеюсь, ими воспользуются предприниматели. А теперь переходим к новой теме. В столице губерния стартовал первый кубок Самарской области по стратегии и управлению бизнесом. Глобальный управленческий вызов – так дословно звучит название «Бизнес-игры». Ее участники разделились на две команды. С одной стороны – предприниматели и управленцы, с другой – студенты, которые учатся управлять бизнесом пока на виртуальном уровне. Коллеги команды, которые принимают участие здесь, делают почти все то же самое, что делает любой нормальный бизнесмен, но только прибыль они зарабатывают виртуально, но и убытки несут тоже виртуально. То есть это хорошая тренировка, хорошую практику, прежде чем начинать или активно дальше развивать собственный бизнес. То есть из навыков, которые отсюда, очевидно, можно вынести, это, естественно, навыки конкурентной борьбы, конкурентной работы, потому что здесь люди с людьми соревнуются на моделируемом рынке, кто предложит лучшие условия потребителями и с кем, соответственно, потребитель будет, за кого будет голосовать рублем. Задача участников в течение дня – сделать свою компанию самой успешной, тот, кто достигнет наибольшей прибыли и станет победителем. Будет два чемпионата и два победителя. Ну, конечно, мы надеемся, что победителем будем мы. Сейчас в первом этапе принимается решение. Ну, немного мы уже знаем об этом этапе. Да, присутствуют справочники, очень интересная игра, бизнес-симулятор. То есть сразу рассматривается стратегия компании, и мы можем как бы приблизиться, как студенты, мы можем приблизиться немного к тому, что ждет нас в будущем. Несмотря на то, что игра виртуальна, борьба за победу в ней вполне реалистична. В итоге среди студентов с небольшим отрывом первое место взяли представители Самарского вуза. А среди управленцев кубок достался команде из города Тольятти. Пока это лишь тренировочный тур. Основная игра развернется осенью. Принять участие в ней смогут все желающие. Дополнительную информацию ищите на сайте Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова